В библиотеке имени Пушкина губернатор Колымы Сергей Носов вручил награды лучшим преподавателям региона. На этой встрече колымские учителя рассказали Сергею Носову и министру образования Магаданской области Анжеле Шурхно о волнующих педагогах в проблемах. Также они внесли предложение по развитию и улучшению качества образования в регионе. Сергей Носов отметил ценность учительского труда. По его словам, педагоги выполняют не только образовательную функцию, а еще и воспитательную. Кроме того, губернатор заверил участников встречи, что выделенного в этом году бюджетного финансирования, а это около 8,5 миллиардов рублей, хватит, чтобы решить как озвученные на встрече просьбы учителей, так и запланированные ранее работы по капитальному ремонту школ и их техническому переоснащению. Глава области поддержал идею поездок для учащихся в другие города на экскурсии и мероприятия. При выезде на отдых за территорию Магаданской области или даже сейчас на территории Магаданской области дети не должны ощущать зависимость от материального благополучия родителей. Прошедший год стал новой ступенью в сфере образования, заявляют учителя. Способствовали этому режим дистанционного обучения и активная инновационная работа педагогов. Константин Зеленский, преподаватель истории, получил звание учитель года 2020. Подробнее об этом рассказала Виктория Каранова, которая представляла Магадан в составе членов жюри данного конкурса. Магадан – это не просто был бренд этого фестиваля педагогического мастерства, о Магадане говорили все. Я обращу ваше внимание, уважаемые коллеги, что Константин не просто стал в 15 лучших учителей, он еще привез специальный приз, номинацию. И это приз, который дают за гражданскую позицию учителя, за его личностные качества. По словам Виктории, Константин Зеленский рассказал о городе так, что участники из других субъектов захотели побывать на Колыме. Сам же призер поделился своими впечатлениями о проведенной встрече. Во-первых, я был очень обрадован тем, что узнал новость об увеличении бюджета, выделяемое на образование. И, безусловно, мне приятно, что губернатор Сергей Константинович, он выслушал все наши предложения, и все предложения, которые сегодня были озвучены, они были поддержаны. Предложения связаны и в области образования, и в области воспитания, и в области кадровой политики. Поэтому самое приятное, что люди, которые принимают сегодня решение, понимают наши отчаяния и готовы в ближайшее время, буквально 2-3-5 лет, работать над стратегическими проектами. Для нас это, конечно, для учителей, как бальзам на душу. Для Константина Зеленского важно, чтобы его ученики на выпускных экзаменах показали достойный результат. Он планирует и дальше развивать свои творческие проекты.